Рассказать вам о том, что происходит в мире. Не хотелось бы затрагивать какие-то мелкие аспекты. Просто глобально рассказать о том, что происходит. В настоящее время идет информационная война между Россией и Западом. В чем заключается эта война? Ситуация сама по себе на Украине однозначная. Существует разделение по языковому признаку и по религиозному признаку. То есть та часть, которая является католической, она более подвержена западному влиянию. Что такое западное влияние? Это, как вы все знаете, так называемая демократия. Так называемая, это не потому что негативные отношения, а потому что те люди, которые продвигают ее, они просто-напросто не имеют реального понятия о том, что они делают. Ну, во-первых, демократию продвинуть в Ирак и в арабские страны практически невозможно. Потому что там свои социальные устои и, так сказать, гомосексуализм туда не продвинешь никаким образом. То есть в этом отношении западные страны, они как бы проигрывают. Но они по-настоящему не проигрывают, потому что их интересы лежат, прежде всего, в сфере экономики. То есть, если они пришли в Рак, набрали, что там есть химическое оружие, ввели войска, убрали централизованную власть, начался хаос, и сейчас там погибают люди. Но зато у них налажена добыча нефти в этом регионе. То есть это все правильно. То есть получается так, что интересы западной цивилизации, они как бы, настоящие интересы лежат в сфере экономики. А инструментом для того, чтобы эти интересы свои удовлетворить, является идеологическая война. То есть продвижение демократии. Демократия хороша там, где спокойно живут, тихо, пьют пиво в барах, все там, ну, все хорошо. То есть нормальные, межличностные отношения, как и везде. То есть сущность человека одинаковая. Единственное, что не учитывают западные товарищи, это именно идеологическое основание тех стран, которые они пытаются донести. То есть они как бы в роли максималистически настроенных молодых людей, которые как бы хотят сделать всех счастливыми. Просто-напросто это происходит из-за того, что сама демократия, она как бы не опирается на личность. Она настолько зависима сама от себя, от различных проявлений извне, что человеку, даже такому как Обама, допустим, очень сложно, это умный человек, но ему очень сложно свое мнение проявлять, так как на него давят различного рода лобби со всех сторон. И он делает не то, что он думает и что он хочет, а то, что нужно. Это его отличает от Владимира Владимировича Путина, который то, что говорит, то думает и это же делает. В принципе, имеются какие-то понятия, которые он не выносит на всемирное обсуждение, которые не считают нужным. Но, в принципе, он то, что говорит, то думает, так и есть. То есть он прямой, нормальный человек. И поэтому он выглядит гораздо предпочтительнее в сравнении с любым западным лидером, который зависим от внешних влияний. То есть не может проводить самостоятельную политику. Его сразу же отдернут и скажут, что он должен подчиняться большинству. То есть именно в этом отношении происходит как бы раздор. Большинство может быть проплачено. Большинство может это самое. Ну то есть в настоящий момент западный, допустим, Европейский Союз можно сравнить с придворными при Людовике XIV, или там каком-то Людовике, где плетутся интриги, где каждая политическая сила закладывает свой клуб. И они каким-то образом пытаются в этих интригах межпартийных, межгосударственных, найти какой-то компромисс, где больше проплатят, где... В общем, та же самая коррупция, только в таком мягком стиле, что к ней не подкопаешься. То есть влияние таки... Все смягчается. То есть еврейский стиль, будем говорить, мягкий, без это самое. Поэтому западная политика, она в данном моменте, в данный момент, никоим образом не может сравниться с... по своей эффективности с правлением, как бы волеизъявлением президента России. То есть он создал команду, команду единоличников, единомышленников, которая делает определенную... решает определенную задачу. На Западе это все, разброс, и они, в большинстве случаев, являются жертвами своих же мыслеизъявлений. То есть, как сказать, они бы могут дойти до того, что создавая иллюзию определенную, хотя многие, ну, многие, немногие, но есть трезвомыслящие люди, которые понимают, сравнивают ситуацию и могут трезво мыслить, но они все, они, создавая какую-то определенную иллюзию или план действий, они в него входят, начинают, и в конце концов, начинают свято верить в то, что они произвели, и, как бы, они в этот момент уязвимы, они попадают в свой собственный матрикс. Но глобальная ситуация выглядит так, что на данный момент Запад и Восток стоят между противостоянием в двух измерениях. Первое измерение, это идеологическая война. Запад понимает, что если он сейчас проиграет, то он проиграет, он перестанет быть лидером, то есть его гегемония кончится. С другой стороны, стоит ядерный арсенал, третья мировая война. Они понимают, что если начнутся реальные военные действия, то этот мир просто перестанет существовать. Ну, тот мир, который привычный, в котором мы живем, где все так знакомо, какие-то социальные взаимосвязи существуют, даже у самых антисоциальных людей, где им помощь какая-то оказывается. Мир погрузится на несколько веков назад. То есть ядерная война, погибнут люди и перестанет существовать тот мир, который мы все хорошо знаем. Потому что невозможно выиграть идеологическую войну, так как любит Запад. Вот интригами какими-то определенными. То есть каждый друг друга подгоняет для того, чтобы кто больше сделает назлость России. Ну, в принципе, я думаю, что Путин довольно реалистический человек, поэтому до определенного предела он допускает этот визг, а потом делает определенное заявление, которое ставит вопрос ребро. То есть то, что в настоящий момент чего добился Запад, это они сплотили Россию. Они просто им недооценивают гений Путина, который все, что происходит, он оборачивает в свою пользу. То есть даже если не дойдет до каких-то критических, надеюсь, событий, как ядерное или военное действие, определенное, допустим, затопление крейсеров американских в Черном море или еще, и дальше этот клубок будет очень сложно размотать. И просто из-за чего? Из-за Крыма, из-за Украины. Из-за Крыма, где большинство, 90%, может, 80%, да? Людей счастливы. То есть Запад не смотрит на ситуацию, им все равно, людям безразлично. В данной ситуации они свой имидж хотят сохранить. Уже сохранить, не то же, чтобы его высоко поднять или сохранить. И поэтому, я думаю, что не дойдет до кризиса. Но получится так, что в западных странах все более и более будет возрастать авторитет Путина. Они будут пытаться противодействовать, но ничего не получится. То есть это будет как обратная реакция. Вся эта ложь, мелкая журналистская ложь, которая, наутку, которой они отдали эту ситуацию, в конце концов, надоест людям. Это всегда бывает, что надоест. И они начнут реально принимать определенную сторону. К тому же, определенная часть населения все-таки не хочет, чтобы их детей учили гомосексуализму или толерантности, которая, в принципе, хорошо, любить всех. Я не думаю, что в России люди не толерантные. Они толерантные. Но, когда это навязывают, когда определенную идею навязывают, тогда это, думаю, мало кто любит, кроме как толерантные люди. Сделать всех толерантными настолько, ну, просто-напросто. в данный момент не получится. История идет вперед. И когда-то, возможно, при определенном материальном благосостоянии и развитии, то есть люди будут толерантными, но это должно быть естественным путем. То, что сейчас пробуют в средствах массовой информации создать определенный образ и его пропагандируют, это получилось в Соединенных Штатах Америки. Люди там, ну, заняты самим собой. Политики сами за себя, люди сами за себя живут, и они там решают проблемы, которые подкидывают там экология, какие-то моменты по благоустройству своей жизни, то есть профсоюза, и этим, в общем-то, ограничиваются. Или еще, если они подкинут пару миллиардов долларов на определенную глобальную компанию, да, они могут замутить и поднять народ. Но так же делается везде, то есть эта технология вполне нормальная. Но создание, проведение таких технологий, допустим, в России затруднено тем, что Путин, я так думаю, видимо, осознавая то, что будут какие-то проводиться эксперименты на сознании такие же, как, допустим, на Западе, он просто-напросто принял меры в определенный момент. И помню, когда это, видимо, было, это после того, когда он понял, что раздавать деньги очень рискованно в России, то есть какие-то социальные программы без определенной подготовки, когда многие его такие от сердца движения не получились, именно тогда помню, началось как бы националистическое возрождение, то есть он понял, что для того, чтобы обезопасить страну и народ от развала, то есть разбирание по кусочкам нужно сплотить идеологически, то есть нужно сделать русских националистами. при Советском Союзе Россия не была националистической страной. Я никогда в жизни не слышал, чтобы русский сказал «Я русский». Я знаю, что каждый поляк стучит себя в грудь, что он поляк, я поляк и это самое. Но при Советском Союзе этого не было. И это сделано специально, чтобы как бы влияние в Западе, которое распространяется, оно в принципе с одной стороны позитивное для людей обычных, но не для этого поколения, которое сейчас живет. Для следующих поколений возможно бы они жили себе, получали бы пару гамбургеров и пару пив в день и это им было достаточно. И они чувствовали бы себя счастливыми, как американцы. Приучили их сказать «Окей», они все довольны. Хотя благосостояние как таковое обычного человека в Америке не выше. Там просто ниже уровень напряженности психологической. Там люди спокойнее. Но я думаю, что по пути экономическая Россия это сырьевая страна, нефти пока достаточно. И постепенное повышение уровня жизни людей привело бы к их успокоению так же как и на Западе. Просто нет другого выхода. Поэтому Запад просчитался. Очень сильно просчитался. Каждое его движение сейчас будет пока идет идеологическая война повышать уровень напряжения напряжения как внутри. Я не говорю о Соединенных Штатах. Это отдельная страна. Она далеко и у них там быт налажен. Я думаю, что в Европе все это сценарий будет продолжаться развиваться. Когда внутри политические силы, которые поддерживаются Россией в этих странах, они поддерживаются. Это естественная нормальная международная политика каждой страны, которая имеет хоть какое-то влияние. И начнутся внутренние конфликты. И возможный сценарий это разделение мира на моральные и аморальные. То есть когда стираются границы добра и зла потихонечку в демократическом мире, можно принимать все. Мы же демократы, мы можем об этом говорить, потом мы можем это реализовать. То есть получается так, что христианство перестанет играть какой-то вообще никакой роли не будет играть. И оно будет приспосабливаться. То есть каноны старые разрушатся. И имеет место сатанизм. Молись Богу какому хочешь. Это в твоей голове. Нас это не интересует. Главное никому не делай вреда. А то что у тебя в голове это никому не интересует. То есть это в принципе реальная нормальная политика. но существует другой мир со своими старыми особенностями. И эти особенности заключаются в том что во времена когда в Европе уже появились интриги на Востоке еще было такое понятие как правильный человек который не говорит то что думает и он правильный да вот и такого человека все уважают не того который говорит выбрали и он говорит то что нужно или то что в данный момент из-за политической конъюнктуры а правильного человека и запад никогда не мог понять да там считались что это варвары что они живут по определенным таким варварским законам а закон был прост то есть если ты открытый нормальный человек ты можешь говорить все что думаешь даже если это не не сгодно не согласно с общепримятым мнением вот и тогда тебя уважают можно было бы углубиться еще дальше в исторические какие-то дебри но я думаю в принципе достаточно того что по Украине трудно что-то сказать потому что это все зависит только от украинских лидеров которые сейчас в настоящее время просто в растерянности или им следуя международным нормам можно подавлять какие-то нежелательные для них настроения на востоке и тогда Россия встанет и скажет что она ведет войска если будет убит хоть один мирный житель который протестует против правления допустим прозападных правительства поэтому Украина попала и очень сильно попала то есть деньги ей никто не дает и не даст потому что там анархия Россия не будет не заинтересована в поддержке порядка пока у нее тоже нету гарантии но она не хочет чтобы проливалась кровь в Крыму не пролилась ни капля крови ну минимально какие-то там прапорщика убили еще что-то случилось вот но это минимум а люди ходят счастливые можете понять мои друзья которые там живут они просто радуются жизни там не любят украинского языка и вот против этих счастливых людей сейчас Запад проводит какую-то политику за что почему потому что это какая-то политическая ситуация которая не в пользу Крыма и отделения то есть они стоят не за счастье людей они стоят за свою идею то есть за галлюцинацию в принципе они стоят не за правое дело они стоят за закон который существует в их международном понятии и получается так что стоя за закон они попали таким же образом как ну как сказать попали путин сделал то же самое что что они делают то есть он все в рамках закона не подкопаешься сделал с Крымом отделил Крым забрал и там не дал разгула и хаоса то есть если бы он это сделал то туда бы наехало много прозападных бойцов они бы там начали качать свои права поддерживались бы западом поддерживались бы украинским правительством они бы взбалмутили татар и там бы проливалась кровь то есть если для западного мира не значит ничего человеческие жизни тогда это плохой мир тогда эта демократия ничего не стоит и хотелось бы просто-напросто ну просто хорошо там жить при демократии да в Америке хорошо да везде хорошо да спокойно но это же зомбирование с одной стороны конечно и в России такое же делается и СМИ подготавливаются таким же образом но то что делает официальное правительство это не красиво это просто не фэр и каждый раз когда они гомосексуализм пропихивают это как бы флаг гомосексуализм но почему это в стране которая это сам они что думают что технологии эти будут действовать здесь я думаю что это у них ничего на данный момент ничего не получится само собой может когда-нибудь все разрешится и все люди нормально будут счастливы но в данный момент просто-напросто глупость человеческая не имеет границ Ирак гибнут люди каждый день везде гибнут люди ну что же это за демократия которая которая приводит к этому садитесь товарищи демократы разговаривайте делайте какие-то это самое с позиции силы ничего не сделаешь ничего это моё мнение удачи всем лу-у-у-у-у-у-u Субтитры создавал DimaTorzok